Куда мы едем сейчас? Сейчас едем на территорию, которую контролирует противник. Это какой район, где мы находимся? Вот там микрорайон Химика, это поселок Восточный. Большие там силы противника? Сейчас трудно сказать. Я до сих пор не могу понять конфигурацию линии фронта вокруг Славянского. А это, которые не существуют. Отчагами, да? Их блокпосты, наши блокпосты. Дело в том, что, понимаешь, здесь как бы они более в этом положении, чем мы. Будете разговаривать с местными жителями, поймете. Они могут стрелять по мирному населению, а мы его должны защищать. Поэтому здесь линия фронта проходит, и здесь живут же мирные жители, которые наши оппоненты обстреливают. Мы в этом направлении стрелять не можем. Если вдруг нас обнаружат, вы выдвиваетесь в сторону этого электронного переезда, я вызываю машину и сам остаюсь. Это поселок Восточный в окрестностях Славянска. Силы ополчения его не контролируют. Нет здесь и сил украинских войск. Это фактически нейтральная территория, на которой можно беспристрастно судить о настроениях мирных жителей. Обстреливают вас? Да. Я не знаю. Ну, последний раз когда? Вчера вечером, да? Вчера разбомбили дамы на улице. Женщину ранила, осколками побила. Женщину тоже по лизы чайки нанесли. Кто продукты не пропускает в поселок? Украина не пропускает. Украина? А что говорят, почему не пропускают? Не пропускают, потому что сказали турчинам, что мы сделаем такие условия, и Порошенко, сделаем такие условия, что они сами оттуда все походят. Я житель села Серезненка. Нас обстреливали позавчера и позапозавчера. Бросали мины, прям по населенному пункту. Какой улице? Улица Садовая 28. Я Чумак Александр Олегович, проживающий там. У меня пятилетний ребенок и пятнадцатилетний ребенок. Они обстреливают населенные пункты. Они поехали в атаку на Семеновку, у них там ничего не получилось. Они в отместку стали на трассе и стали стрелять. Сначала с танка стреляли из БТРа. Воронки вот такие вот, дома все побитые. Ну, в конце-то, в конце. Все, и горели дома. И заборы. Горят, пожары тушили. Вот тут целую неделю всю тушили пожары. Выходим тушить пожар, горит дом. Они начинают стрелять по нам. Не знают, то ли пугают, то ли хотят убить. Не знают. Первый раз спросили, они сказали, вот так, даже не дали подъехать. Вот так, метров за 200. Стоять, обратно. Ну, это на русском, сказали. Обычно, говорят, строго на украинском. Сюда проезда не вертайтеся. Ну, пойдемте покажем. Пойдемте. Пожалуйста. Я Николай Юрчик, улица Крылова, 24, город Славянск, Донецкая область. Посмотрите на этот гараж. Посмотрите на этот желтый фосфор, который... Я сам химик-технолог. Я вот стираю сейчас это сажи. Это... Это оружие, которое было запрещено в 1914 году конвенцией всех стран. Зайдемте, посмотрите, что они сделали. Я... У меня последнее. Я живу на пенсии. Я уложил своим детям 100 тысяч гривен, те, которые у меня были, которые копил десятки лет. Пройдите, посмотрите, пожалуйста. Вот где попал снаряд. Пожалуйста, смотрите, воронка, которая, смотри, разрушение, заборы, вот те, которые вытянули вообще на улицу оттуда. Валялись. Смотрите, вот там еще гараж. Если съемку кто-то делает, ребята, отсюда... Это восточный, да, поселок? Это все восточный, да. Захлопните мне. Захлопни. Захлопни. Обстреляли нас. Все. Все. Я увожу группу. Собра, там что за стрельба была? Это уже с позиции украинских войсков? Да, это с позиции украинских войсков. Если на оборот будет, пусть снимутся лист. Собра, там что за стрельба была? Украинские каналы скажут, что это специально выкопали. Да ну, я могу тут осколки накидать, те, что у нас... Ну, вон что, не видно, что земля там, вот, поприбирали. Успеть, ну, вчера как утихомирилась, поприбирали. Ну, так вы знаете, сколько здесь воронок подняло? Да, ну, бабушка просится вот в Таганрог. Ну, я не знаю, тут Таганрог, там главное, вот, эвакуировать, короче, в Астрахани. Вот. Там расселяют вас, может, ей там понравится будет, чем в Таганроге. У нее квартира в Таганроге, да? Не, у нее там подруга, которая, ну, предложила ей том, что она там ее к себе примет жить, чтобы она у нее жила. Вот это вот около забора, около калитки, яма вот эта вот, она там рвала траву. Если б муж не побежал, ее не забрал, ее прозорвало на клочья. Она аж вечно, вот, надо травку кроликам, вот, кроликам. А тут каждый день уже этих кроликов вывозишь на свалку. После звукования. Давай тогда я тебе привезу этого человека, который на контакте с тем бизнесменом. Уже с ним поговорим и сделаем. Ну, потому что надо лежать, детей надо заводить. Люка, ты чего такая чумаза? Это я. А ты умываешься по утрам? Да, я спала когда-то. Двенадцать, там недалеко. Хорошая. Тут жалко клубники. Тут клубника вот такая вот, гиантелла называется. Клубника. Деревья, цель. Слива очень хорошая, крупная. И вообще снесло. Соседки там аж три штуки. Две в огороде и одна у того забора. Две в огороде. Две в огороде и две две штуки.